добрый вечер всем снова добрый вечер мы добрались до книги дворим в принципе книга дворим всегда начинается шаббат хазон то есть шаббат перед 9 мава в этом году то 9 ава но пост начинается эмоции шаббат и вообще то есть давайте разберемся о чем говорит наша голова в принципе глава начинается того что мужчина бену находится скажем так в конце своей жизни сказано в ибар баим шана басты асар ходишь греха приходишь давай дебе мужа и колеса и было на сороковой год на 11 месяц то есть до первого месяца числа месяца и говорил муж со всем израилем то есть в принципе здесь мужчина книга дворим начинается за 36 дней до смерти мужа то есть муж осталось жить 36 дней после этого она умирает и в принципе трясо прошло 40 лет прошло 40 лет после того как была использована первичная задача которая была поставлена перед мужа выход из египта после этого мужчина получил тору сам углубился нее на учил народ израиля торы передал торы и так далее и так далее но еще одна задача которая изначально была дана ему еще тогда всевышний самом начале еще при несгораемом кусте когда курс не сгорал сказано из бедствия земли египетской то есть египта к на ней скую землю землю и марийца призеется его сейса землю текущим молоком и медом это уже мужа рабы но не исполняет мужа рабы но остается за и орденом умирает там последний раз он будет смотреть на землю израиля на горе него есть даже такой стиху это в него то есть грустного в любом случае мужа рабы но вывел народ израиля 40 лет он его по пустыне 40 лет он его учил 40 лет он занимался его проблемами теперь в принципе стоят сыновья вышедших из египта поколение вы вышедшие из египта умерла и они стоят перед тем вы войти в землю израиля и скажем так жезл правление переходит к ушам вину то есть мужа рабы но теперь расстается с народом израиля принципе книга дворим это в основном с небольшими рассказами это речи мужа рабы но стоит перед дилеммы да что сказать народу о чем говорить как скажем так подвести итог все эпохи которая была как бы как говорить с поколением сыновей которые не видели этих чудес при выходе из изгнания то есть да что им сделать то есть как их скажем так напутствовать чтобы они удостоились да войти в землю да заслите так далее и естественно мужа рабы ну скажем так тот кто получил туру передавал народу израиль естественно его речь его слова его прощание с народом израиля будет естественно крутиться вокруг тора вокруг западе так далее как мы читаем нашей голове гуиль муше бе эра так ура газо то есть да из того что муше то есть разобрал то тор значит это первый пятый стих первой главы книги дворим и в принципе в конце концов ибо соблюдение торы соблюдению заповедей так далее исполнение все что не сказано является ничем иным как ключом земли находить земли израиля как снова говорится тоже у нас книга дворим шмает 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 аху ким в этом и шпатим ашану хремелам едут хэм ласот лиман тихью вебатым ярштем это артс да и слушая эти законы эти проверенные то есть постановления которые я учу вас делать их для того чтобы жили и пришли и за то есть унаследовали землю то есть в принципе это то что есть и теперь естественно с чего лучше всего начать если мы говорим о торе с гарсинай то есть снова то есть повторить и описать то что сыновья этого не видели или они были маленькими напомнить о горе горе синай о десяти изречениях о том то есть величайшем раскрытие всевышнем но это появится не в нашей главе а в главе вайтхана следующий год и рамб мушара бейну начинает речь с другого он ведь делать некое вступление да в принципе вступление о чем он говорит у него есть в этом задача рамбан и мы то сегодня попробуем это разобрать то есть вот это вступление о чем он говорит и почему на то как построена его речь то есть вступление и почему она так построена что он забыл что он упомянул почему он построил иерархию определенную не другую что он упомянул и почему это мы сегодня разберем и так рамбан объясняет что в принципе в своем с этим введение книгу дворе он объясняет что прежде того что мушара бейн начнет описание дарисина и заповеди так далее и так далее наставление на пустыря он делает введение рамбан пишет так витарим щи от хилба бюра турайт хилло феу ля скиллэм облотэм камая мреуба мидбатвис да прежде чем он будет им объяснять тору и так далее он решил начать скажем так и сделать скажем так и вправление мозгов напомнив их грехи как они восставали против всевышнего в пустыне видела то что из этого начинается то есть книга бедворим то есть то что начинает вспоминать муша муша о чем он начинает говорить и насколько несмотря на все это всевышний делал то есть повел милосердие с народом израиль для того чтобы сообщить милосердие всевышнего с ним с народом кроме всего прочего то есть он сообщает милосердие всевышнего также сообщить чтобы они поняли из слов чтобы они ни в коем случае не вернулись к своим скажем так нехорошему поведению и не добавили еще к своим грехам и и для того чтобы усилить их сердце сердца говорит трампом сообщить им что в конце концов то есть всевышний всегда будет вести с ними по мере милосердия чтобы не сказал человек что он не может завоевать землю и унаследовать его потому что нет человек который не согрешит то есть если ключ то есть по словам рамбана то есть для чего-то муша рабейн начал говорить если ключ к земле израиля он идет тому что уставляет тору не грешить то нет человек который не согрешит поэтому муша рабейн решает не только напомнить им и предупредить не делать те же грехи но и также сообщить им чтобы они отчасти понимали что есть милосердия всевышнего в конце концов даже человек который грешен который согрешит может он тоже может наследовать землю умеят не имидат один не туха кинек довы наиба то есть да и то есть окей то есть вместо что честь и человека как может человек грешен то есть быть иначе сразу мера суда будет над ними он будет уничтожен на это говорит то есть раммоша рабейну по мнению рамбана что есть милосердия всевышнего в ляхену диам муша рабейну кякубушку рахман малярахамим то что все такси поэтому сообщил всему шарабейну что всевышний он милосерден им полумилосердия киа слиха михилам мэну и дбарах с его везли на адам бабу да то есть дать него и прощение и так далее и помощь народу народу людям то есть в принципе что делать муша рабейну по амбицинию рамбана в начале своих слов то есть в этом видении он с одной стороны дает слова поддержки чтобы не отчаивались несмотря на то что не всегда будет все хорошо и что иногда то есть вы будете не очень хорошо вести но не отчаивайтесь всевышний будет с вами всевышний голосердия и так далее с другой стороны что говорит муша рабейну асгравию то есть да он предупреждает и угрожает что если вы не будете путевать всевышнего то извините меня ребята вы можете хорошо за это поплатиться ни в коем случае вам не повторять грехи ваших отцов то есть и поддержка и предупреждение рамбан продолжает объясняет эти слова то есть эти введения слова эти введения они продолжились до стиха 4 глава книги дворим и 40 стих то есть да и соблюдай эти законы эти заповеди которые я запрещу тебе сегодня чтобы было хорошо тебе и сыновьям твоим после тебя для того чтобы продлились дни твои на земле который всевышний господь бог твой дает тебе все эти дни и тогда говорит рамбан дальше тогда позвал муша рабейну весь народ израиля перед ним и сказал шмай израиль это хухим и фельба бюра турабра церет адиго то есть тогда он сказал слушай израиль законы и начал эти десять заповедей то есть десять изречений и так далее повторения то есть введение с точки зрения слов введения по мнению рамбана заканчивается перед самым описанием дарования торы и десяти изречения то есть когда он говорит вот это введение то есть соблюдайте заповеди что вам было хорошо дело в том что кстати начать слова введения и промывания мозгов называем так то есть вставляния мозгов и напутствие когда это не благословение предупреждение и угроза тоже чтобы вели себя сыновья хорошо и замечательно это вещь непростая с этим и дрожи говорит что по идее должно было быть что бель а должен бельман то есть о котором мы читали было и балак и так далее это благословил народ за хотя звал бабе балак для того чтобы проклясть народ израиля мидраж говорит что должен был бель ам то есть скажет так сказать им деврей тох и хан то есть должен был сказать эти вот слова то есть предупреждение угроза так далее а благословения которые в конце концов сделал бель ам должны были быть сказаны с уст муше но всевышний сказал что муше именно то есть да даст скажем так по мозгам то есть да а бель ам которых ненавидит он тот который их благословит теперь рамбан говорит об этом введение слова введения которые в принципе является наша глава нужно понять наша глава дворима ты почти сплошняком это видение в основные речи мушарапы дело в том что она весьма длинная это сто сорок семь стихов это немало если мы посмотрим на них кто-то откроет главу прочитает и увидит то увидит очень интересную вещь они построены то есть как они построены что идет зачем что говорится как говорится и так далее просто гениально гениально и не зря радас гофман один из комментаторов торы в своем комментарии на книгу дворим очень сильно то есть скажем так объяснил эту идею то есть построение идеального построения речи мушарапейну появляется человек который говорил про себя в начале пути когда он стал перенес горами солнце он косноязычен то что он не умеет говорить когда ты читаешь его введение уже то есть видно какой он оратор причем оратор который умеет затрагивать точные точки у человека у всего народа строить с одной стороны и поддержку и угрозу вместе с этим и завязывать вещи которая вытекает одна из другой но как мы сейчас увидим в любом случае давай сначала посмотрим как радац гофман показывает нам как построена гениально вот это вот введение перед центра то есть который говорит мушарапейну слова обведения его и он говорит так перед тем как начался речь сначала здесь оглавление его речь есть первая речь то есть мушарапейну по-настоящему радац гофман говорит что делится то есть вся книга дворим это три речи то есть три речи на мушарапейну к народу то есть три его длинные такие спичи вот когда средний он самый длинный наума мецвод называется то есть речь то есть его спич его речь о заповеди так вот первые он построил то есть самый первый который начинается он делится на две части первая часть историческая то есть да и вот эту историческую часть сначала начинает мушарапейну историю вспоминать и так далее его можно снова поделить на две рассказы первый рассказ нам рассказывает описание первой войны израиля сейчас просто говорю что радац гофман только свои то есть быстро то есть не зачитывая вам то есть автоматически переводя то есть первая война которая была ради захвата земли израиля которая закончилась чем после грехов и разведчиков падение они попытались захватить ничего не получилось и они в конце концов отступили это описывается у нас в нашей книге дворим первая глава все это описывается это грех разведчиков и так далее все это 6 до 46 стиха дальше вторая глава основа в нашем деле глава книга дворим начинается с переходом в следующий рассказ а следующий рассказ уже описывает снова войну которая завершилась успехом то есть да и это последние то есть последние войны кстати тоже времена юшуобину то есть когда юшуобину сейчас не во времена юшуобину и так далее последние войны что показывает что это дает нам гарантию для чего то есть это гарантирует рассказ по мнению тратозов много объясняет гарантирует что в конце концов задачи завоевания земли так далее посредством посредством юшуа который уже воюют эти войны она возможно и все может быть там будет хорошо говорит рада зовман что ешли цаен шишня си курим домим зале зэбат хала у басов то есть два рассказа про эти войны похож на себя в начале и в конце я не буду зачитывать он приводит стихи и так далее похожисти в любом случае пройдем дальше и он пишет рада зовман так в обоих рассказах показ мошара бейну и показывает перед мошара то есть скажем так наглядно мамфиш перед перед народом благословение и проклятие вот эти вот рассказываем про войну вот эти вот то есть война удачная война неудачно он показывает и раскрывает им и наглядно как выглядит когда у них будет проклятие или как выглядит когда они будут благословения то есть он показал им как восстание против всевышнего приводит к падению приводит к скитанию в пустыне и как раскаяние возвращения всевышнего и когда человек идет по путям всевышнего дает победу и в конце концов обещает эту же победу в будущем это просто гениально показать как это работает наяву на базе исторических событий и до этого добавляет мошара бейну к этим двум историческим событиям он добавляет дать по мозгам народу израиля то есть скажем так сделать им маму так это как говорят наявите сихат мотивация мотивирующие речи как себя правильно вести это уже где четвертая глава наша недельная глава еще то есть первого по 40 стих и в них он прибреждает народ оставаться верным всевышнему туре снова я повторяю я просто с автоматом вам просто зачитываю и перевожу автоматически то что пишет она зову и не служить другим богам для того что чтобы не потеряться не быть вы выкинуто потерян и не были сгнан на земле израиля из этого выходит то есть что первая речь мушара бейну у нее есть три куска то есть за первое это речь видение которую назвал рамба у нее есть три части три куска первая часть с первого то есть это первая глава 6 по 46 стих описывая историческим видом то есть да как восстание против всевышнего приводит падению катастрофе народа когда народ не идет за всевышнего вторая часть это 2 глава 2 4 стих и 29 стих расскажут как всевышний дал следующему поколению который не повторил грехи отцов начало скажем так победоносного пути первых воин который находится там до который мы читали до этого книги бамидбар которые происходили то есть уже перед границами земли израиль и третий кусок это четвертая глава с 1 по 40 стих раскрывается открывается словами беата израиль и сейчас израиль и приходит к выводу из этих двух исторических историй которые рассказаны в главе что у израиль не может скажем так добиться успеха если они будут уже его успех зависит от того будет укусивающего ли не будет здесь то что объясняет рада за ухмана то есть если мы подведем итогу уходит следующее мошара бейну берет два исторических события две войны одна война неудачная после грехов разведчиков когда они пытались захватить и вторая удачная когда они захватываются эти народы которого круг с которыми воевали и перспективе этих двух исторических событий раскрывает перед народом израиля то есть как им нужно правильно вести то есть таким образом показано событие другое событие и показывает что они могут добиться успеха и завершить успешно завоевание земли только если они будут идти путями только так это работают если они будут идти путями то это будет удачное продолжение того что уже началось это с точки зрения строения как построена вот эта вот речь по словам наша недельная глава теперь мы должны задаться вопросом содержание и у них несколько вопросов которые стоит поднять по содержанию то есть читая главу снова то есть кто-то читает прочитайте сами увидите а барбанель задается очень некоторыми несколькими вопросами которые ему не дают покоя а барбанель спрашивает если мушер обейну хотел дать по мозгам народу израиля за их грехи то очень тяжело понять во первых почему он не начал с греха золополотеца он вообще не упоминает это был первый грех народу израиля первое падение сразу после дарования тор и невозможно сказать что мушер обойну забыл это сказать или то есть решил что нечего это упоминать нужно в голове и киев это не глава и киев это девятая глава книги дворим он таки то упоминает грех золотого лица потом не здесь более того почему самым первым грехом который описывает мушер обейну писать грех разведчик и в конце только приводит грех золотого лица хорошо барбанель более того есть еще несколько грехов по дороге грех метон и ним то есть дату с которым жаловались кеврота тава то есть могилы то есть там где они там тоже мяско попросили и так далее все это было до греха разведчиков почему они они приведены они приведены потом в главе киев не здесь это очень странный вопрос почему не все было раньше почему начать грехов разведчиков то есть он говорит что мы видим мы видим что грехи которые описаны построены по порядку нет французского порядка никого порядка и он говорит что если они не пришли для того чтобы скажем так вставить мозги народу израиля а просто не описывают что произошло и что было ты тоже то есть да рассказывать что у нас прошло что мы видели то есть да что прошли это очень странно почему они тут не по порядку но мы можем ответить на вопрос ответ на вопрос почему здесь не упоминается часть грехов часть упоминается потом то есть да я его грех золотого тельца потом здесь нету нашей главе греха золотого тельца вообще только грех разведчика ответ на это очень простой мушер обейну здесь человек который направляет и напутствует народ израиля и предупреждает их не грешить а не историк он не пришел быть историком он не пришел истории рассказывать что было как далее то есть в принципе когда он не ведет как историк а когда у него задача научить народ израиля дать им правильное направление предупредить их чтобы они делали ошибки прошлого он может быть селективным когда он пока оставит факты и каких фактов вообще он говорит в этом случае он вообще никак не обязан хронологии он использует факты исторические события для того чтобы из них построить как скульптур он делать скульптуру которая показывает народу израиля чего нужно опасаться а чего что нужно делать по этой причине он берет и эти факты складывать для того чтобы выстроить красивую систему которая хорошо добьется той цели для которой он говорит она для этого работает поэтому нужно одни факты брать другие факты не брать они не релевантны и дело в том что муж и раббейну используют именно грех разведчиков они приводят начале грех золотого тельца и другие это не просто потому что именно грех разведчиков это тот грех не другие грехи золотого тельца который был самым тяжелым не грехи которые были другие там с требованием мяса того другого вспоминания всяких там кабачков и арбузов в египте а именно грех разведчиков это был тот грех который не дал войти в землю израиля отправив свое поколение в пустыню умирать там и остаться там на 38 лет еще оставаться в пустыне именно поэтому он упоминает этот грех ибо из-за этого не пришли в землю израиля из-за этого греха Guevara тоLittleTat ту ситуация в которой находится народ израиля перед входом в землю 40 лет назад все же 38 лет назад т.е. перед грехом заведчиков это та же ситуация в которой находится сейчас народ израиля сыновья которые стоят сейчас от границы израиля они находятся в одинаковой suicidal То есть, в принципе, они должны войти в землю Израиля сейчас. И, в принципе, в обоих случаях дана приказ, смотри, вот дает Всевышний перед тобой землю эту, подымись и унаследуй. Не бойся, не колебись. Но с грехом разведчиков, когда это было дано, шанс был потерян. Они согрешили, потеряли тот шанс войти. Здесь также стоят сыновья, их потомки перед входом в землю Израиля. В той же самой ситуации войти, не войти. Теперь обещание Всевышнего и, скажем так, возможность, да, будет сделано, да, она станет явью. Или снова она будет, пройдет мимо. Они прозевают ее. Снова сделать что-то не то. Поэтому Мушера Бейну, как настоящий пастырь, как человек, который 40 лет ведет этот народ, который заканчивал, кстати, уже миссию, и который хочет, чтобы она закончилась удачно, чтобы народ Залисина вошел, он стоит и повторяет, и напоминает те падения, которые были тогда. Грех разведчиков. Для чего? Для того, чтобы эти, которые стояли здесь, не повторили то же самое. Чтобы они не сделали ошибок прошлого. Для этого он описывается. И он показывает, как работает система. Окей, мы хорошо объяснили, почему в нашей главе, она начинается с того, и описание идет о грехе разведчика, почему Мушера Бейну начал с этого. Хорошо. Но у нас есть еще одна очень интересная момент. Дело в том, что Мушера Бейну говорит не только разведчикам в этом своем, скажем так, речи, в видении. То есть на путстве, начально. Он также приводит там другое, а точнее. Он говорит И сказал я в те времена. Я не могу один вас, то есть, нести. То есть, приведите себе людей мудрых и так далее, значит, в ваших коленах, и поставьте во главе себя. То есть, я заповедовал в вашем суде. То есть, то, что описывает Мушера Бейну здесь, еще одну вещь, это то, что произошло, когда пришел Итро. То есть, то, что описано в голове Итро. Когда он, когда видит Итро, советует ему поставить, то есть, судей, поставить систему судебную, иерархию, то есть, четкую, то есть, чтобы были судьи и так далее, он стоит во главе этой системы, есть более низшие звенья. И это Мушера Бейну описывает. Здесь-то это зачем? Хорошо, про войну, про грех разведчиков, понятно. Та же ситуация, нужно предупредить, чтобы не было повторов и ошибок. Это зачем здесь? По поводу иерархии судебной. Скорее всего, это не просто так. Мушера Бейну хочет снова заострить тему и обратить внимание, что как правильно готовиться ко входу в землю Израиля и начало своей государственности. С чего нужно начинать? Мушер считает, что лучшая подготовка, идеальная и самая нужная, это перед входом в землю Израиля, это построить систему и базить всю, скажем так, инфраструктуру судебной системы народов. Чтобы была справедливость, чтобы было правильное соблюдение заповедей, чтобы были законы соблюдались, так далее, так далее. То есть, это первично. И после этой инфраструктуры, после того, как это будет построено, тогда можно заходить в землю Израиля. Но народ тогда с разведчиками, то есть, что они считали? Они решали, что подготовиться к входе в землю Израиля, но это по-другому. Разведчиков. Как пишет Рамбан. Рамбан объясняет, что говорил Мушера Бейну. То есть, я вам предложил. Вы подошли ко мне все, пишет Рамбан. Со своими мудрецами, главами и так далее. Просили у меня разведчик. И все испортилось. Таким образом, что получается? Есть сравнение между двумя подготовками. Есть подготовка, которая привела к греху разведчиков. Когда народ Израиля поставил, попросил послать разведчиков. И так они готовились к земле Израиля. В ходу. И подготовка, которую предлагает Мушера Бейну. Которая она более правильная с его точки зрения. Подготовить систему правосудия. Всю базу и всю, скажем так, инфраструктуру для этого. Два этих вещи ведут в разные стороны. То есть, два этих пути в разные стороны ведут. Таким образом, кстати, это очень интересный момент. Вы знаете, что, допустим, какое... То есть, просто я хочу немножко сейчас перенести от того, что я сейчас говорю. Немножко на современность. От современности. Начало 20 века относительно. Первая половина. 100 с лишним лет назад. Глобально. Нет, 100 лет назад. Дело в том, что британский мандат, когда получили британцы мандат, то есть, их задача была... В чем был мандат? Мандат был от Лиги наций, чтобы они построили еврейское государство. Для евреев. В этом был мандат британский. То есть, британцам дало мандат именно этот стиль. То есть, в принципе, построить Новый Ближний Восток, французы там тоже. То есть, страны. То есть, разделить территорию. То есть, Турецкая империя, то есть, Османская империя. И построить там страны, и государство. Одна из стран, это, естественно, еврейское государство. Как была декларация Бальфу. Британцы не очень-то хорошо сделали, но некоторые вещи не сделали. Для того, чтобы построить систему, это нужно было построить институты власти. То есть, институт инфраструктуры, которые нужно было передать к еврейскому народу, для которой станет государство. То есть, построить все системы. И самое интересное, что первый институт, который построили британцы, самый первый институт власти для еврейского народа, который были сделаны британцы, был главный раввинад Израиля. Кто не знает. Главный раввинад Израиля в прошлом году отметил 100-летие свое. Когда его образовали британцы, поставив здесь на главном раввинам Израиля, то есть земли Израиля, Рава Кука, предложив ему, то есть там были некоторые нюансы, он стал главным раввином Израиля. Британцы хотели аннулировать должность Ришон Литсион. Ришон Литсион – это главный сфарский раввин. Они хотели аннулировать, потому что она была турецкая, это была часть Османской империи, то есть была Хахам Баши, главный раввин Османской империи, он находился, естественно, в Турции. И в земле Израиля был тоже от Османской империи главный раввин, назывался Хахам Баши, который главный раввин Мудрец. В земле Израиля он назывался Ришон Литсион, то есть первый в Сионе. Англичане, естественно, как Османская империя, то есть часть, решили уничтожить, то есть убрать этот пережиток, но Равку, кстати, очень сильно переживал за Рава Меира, который Яков Меир, который был решен Литсион тогда. И он сказал, что так как есть сефардашкиназы и так далее, то есть, в принципе, британцы согласились и оставили должность Ришон Литсион. И так стало два главных раввина Израиля, и так был построен главный раввинар. Очень интересно, то есть, да, в принципе, британцы каким-то, я думаю, не подозревая, не думая, они реализовали то, о чем предупреждал и куда показывал Мушер Абейну в своей, то есть, речи. Там, на переходах Муава, то, что мы сегодня в нашей главе читаем. То есть, построить систему правосудия, то есть, судосистему, то есть, да, судим за Апатой. И главный раввинар, естественно, Апатой, это главный раввинар, это верховно-раввинарский суд и так далее, так далее. Совет раввинар, это все было создано тогда британцами, работами с Равкуком и так далее. В любом случае, то есть, это как бы, вроде, и это то, что две вещи, которые предлагают. И то, что упоминается в глава назначения судей, то есть, Шофтим, Даяним и так далее, в начале слов Муше, то есть, перед тем, как он начинает говорить о заповедях и так далее, это, в принципе, все больше снова подчеркнуть и заострить внимание этому греху, греху, который произошел, то есть, грех разведчиков, что они выбрали неправильное направление, неправильную систему, как готовиться к входу в землю Израиля, и не построить, то есть, а система другая. Кстати, грех, который, в конце концов, привел к чему? Что в ту ночь плакала, то есть, то есть, да, что они в ту ночь плакали, и как нам объясняет Дмара, Амар Раби Йоханан, то есть, говорит нам, Раби Йоханан, что та ночь, которую плакали, когда произошел грех разведчиков, когда они отговаривали неправильную землю Израиля, это был девятый Амар. То есть, да, то есть, и вы плакали просто так, и я вам устанавливаю плач навсегда, то есть, навсегда на поколение, навсегда на поколение. И поэтому, если мы хотим, то сейчас у нас девятый Амар будет, вот, как я сказал, Моцей Шаббат, уже скоро, на исходе Шаббата, когда мы читаем главу дворим, очень, то есть, рядом стоит, постоянно глава дворим стоит перед девятым Амаром, всегда. Не просто так, так получается, что она нас учит, как исправить ошибки, которые привели к тому девятому Амару. То есть, поставить систему правосудия, не зря сказано, то есть, он будет искуплен правосудием и так далее, это та система, то есть, соблюдая заповеди Всевышнего, строя правосудие, живя по его напутствиям и так далее, то, что дам нам развитие и возвращение, и укрепление в нашей стране. Если наша система правосудия разрушена, если она не работающая, если она проблематична, это разрушение страны. Это очень, так скажем так, звонок очень нехороший в сторону ребят на выход из земли Израиля. То есть, в принципе, возвращение, которое может привести к возвращению, к повторению греха разведчиков, что может стать неудачей в нашей попытке завоевать и захватить землю. И поэтому мы можем только пожелать нам, чтобы мы удостоились того, чтобы у нас была нормальная система судебная, что у нас вернул Всевышний наших судей, как раньше, и чтобы в конце концов пришла, то есть, мы удостоились прекращению этого плача, который на поколение, и для этого мы должны, скажем так, впитать и внемлить этой речи мужа Робейну и не повторять ошибки, которые делали наши предки и которые, к сожалению, повторяем мы и сегодня. Если мы это удостоимся и поймем, и сделаем без Раташем, мы в конце концов, да, удачно сможем унаследовать землю наших отцов и сидеть в ней, как нам Севаш не обещал, навечно, спокойно реализуя наше предназначение. Как говорится, люли, чтобы так было, и чтобы Всевышний нам действительно направил туда и дал нам глав народа, которые сумеют туда направить. Тоф, на этом я сегодня заканчиваю наш урок в понедельной главе. Это был последний урок перед каникулами. Я всем желаю хороших каникул до начала илюля. Отдохните, сейчас август, время отпусков, кто как может, кто как хочет, и мы с вами увидимся уже позже. Я бы из Раташем, да, наверное, буду прислать старые записи, то есть недельные главы, чтобы, скажем так, были. И... Зел, до из Раташем, увидимся. На этом я заканчиваю запись. Всего хорошего, до новых встреч. Увидимся.